МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обучены, есть техника, и техника в основном отечественная. Беспека под наглядом на Мядерщине з'явился найновший прибор, который контролирует худкость автомобиля в режиме реального часа. Дициплинирует, когда подъезжаешь к пешеходному переходу. Другий хлеб не горше за перши. На Минщине активный дезбор бульбы у Раджаевой шеи за минулогодние. Каляполовый площадь в области уже одолели. У себя на Минщине выросшиванием бульбы займаются больше за восемь десятковых сельгаз-предприемств. Убрать все это требуется больше за 14 тысяч гектаров. Як и депрац на палетках ведает Элеонор Лутович. Назирать по восени на сельгаз-господарчих палетках в Учню не уновину. Детям заробок, школьный столовый провиант, вытворцам продукция на продаж и кормы для живелы. Дейная практика, которая працует на корыстью всех. В прошлом году я покупала платье, для того, что заработала. Но в этом году, я думаю, что-нибудь другое. Собираем дружно. Я хочу накопить себе на новый компьютер. В таких объемах мы, конечно, сами не справились. У Воложинском районе працонному десанту со школ района на допомогу пришел и центр занятости. У Адроте неадвучно заробок пенсионеров и часовых беспрацонных хвалюем меньше, чему ласная господарка и добрый накрытый стол. Я не держу хозяйство, у меня только маленький огородик, потому что живу я в квартире с удобствами. Сюда приехала, чтобы заработать картошки и помочь, конечно, колхозу. Я бывший работник культуры, всю жизнь мы ездили, помогали и другие колхозы. Поэтому даже как-то и приятно среди людей побывать. Брат не садил, так я ему поздно. Зимой он проходит до меня, кошек ведро берет, сколько надо ему бери. Куры есть, много голов, 30 голов. Ну, как будет, всегда в хозяйстве должно больше быть. Для сельгаз-продприемства, чем различиваться с помощниками, розницы нема. Бульбы хопить на усих, для воложишины, других хлеб, белоруса культура традиционная. Меж за сотню гектаров не садясь и у этой господарцы. Летость бульбы собрали около 2000 тонн. Все лето площадь скоротелися, а для за кошт повеличения урожайности воловый сбор повинен застаться на уровне минулого года. Оказываем помощь населению нашему, работникам хозяйства, пенсионерам в посадке и уборке картофеля. Помогаем и копалкой, и комбайнам тоже, по желанию, кто желает, никому не отказываем. На приватных палетках бульбу не выкопал, хиба только нет байных господа. Сбор урожаю на вёсце начинается с первым восенским листом. Кто первый, той и лепший. Людям стало хаузроста у гэтым турниры споборничать уже тяжко. А для дредной той сусед, який в выпадку шагу не прийде на допомогу. Мы свою выкопали, бабульце помогаем. Без бульбы не можно. Бульба – это второй хлеб. Всюди я найду. Всюди и стравы, и драники, все с бульбой. Без бульбы ніяк нема. Треба, как бульба была на вёсце. Елена Рултович, Андрей Кульгава, Минщина. Яким рублем платить за лену всю большую цікавость до белорусского шоу проявляют замежные партнеры. Самые запотребованные гэты сыровины у Китая. Туда отгружают до 80% у сего догонца, что выросшуюсь на Минщине. Однако есть широк причин, за каких заводы в области не могут зараблять больше валюты. Некольки поглядов на то, как вырешить ситуацию, как задоволить интересы всех Баку, в субботнем номере Минской правды. Вратованье лесу. Ликвидация наступства у Липинска буралому протягивается на Минщине. Нагадаю, за моцного урагана тысячи гектаров каштовных лесов были повалены ветром. В Червинском районе працы наближаются до финишу, а на Смолевичине, где урон лесной господарцы наибольшие, пересягнули экватор. Тут сконцентрованы бригады лесгаза за усюю в области. Працы идут в круглосуточном режиме, сгодно с графиком. До Нового года основные працы будут завершены, а до Перша Соковика лесорубы доберутся до тяжко доступных лесосек. Мы помним истории восьмой, десятый, двенадцатый год, где были такие разрушения, не очень сложные. Там надо просто было работать. Но это вот очень такой сложный сам буралом, где требуют и навыков, и профессионального мастерства наших работников. Но спасают технику. Это на операционной машине, чем дают результат. Если тут работа вручную, как мы работали в восьмом и десятом году, это три года надо было разрабатывать эти площади, эти объемы. Но сегодня люди обучены, есть техника, техника в основном отечественная. Полностью работают на этих участках, на этих бураломных лесосеках. Тепло, сгодно с графиком, у Минской области по шпарты готовности отримали 90% теплокрыниц. Таким чином, готовность до будущего тепляльного сезона в Центральном регионе высокая. До первой кастричнике все теплокрыницы Минщины повинны быть готовы. До зимы все это коммунальники в области подрихтовалися худше, чем летось. Целком завершенный ремонт теплосеток, завершается утепление жилых домов и ремонт дахов. На финише нрыгтовка палевого, темлику и мясцового. Например, необходный объем дрова у коммунальники на запасе до первого кастричника. До инших тем, буйная авария у престоличии. Поблизу поселка Самохваловичи легковое ауто резалось в опору лэп, а потом у древа. Затиснутыми у салоне опынулись 22-годовая женщина-керутца и 26-годовый пассажир. И они доставлены у больницу. Як высветлилось, у Минчанки, якая села за руль ауто, права на керовании не было. На закруглении дороги она не утрымала руль, и машина вылетела у кювет. Безпека под наглядом на Мядыщине з'явился найновший прибор, який контролюет худкость руха автомобилю. Таких индикаторов у сего три Украины. А кроме курортного поселка Нарыч, я неюсть яща у Смолевичих и Бресте. Обстаревание дозволяя организовать безопасный рух на найбольше оживленных участках дороги. Дисплей показывает реальную худкость автомобиля. Каликировца, перевышая, на экране изъявляются червоные личбы. Индикатор так само замирает интенсивность руху и обугольняет даденые по часу, суток и днях тыдня. Такая информация да поможет супрацовникам, да и урастанутся своих патрулёв для выявления порушальников. Если водитель не нарушает правила дорожного движения, то на табло высвечивается его скорость движения, которая сигнализируется зелёным цветом. Если водитель превысил допустимую скорость движения, и увидит на табло красным цветом его скорость движения, он же снижает скорость и в дальнейшем продолжает движение без нарушения скоростного режима. Дисциплинирует, когда подъезжаешь к пешеходному переходу, где находится в данный момент начальная школа в курортном посёлке. Ты видишь скорость своего движения автомобилей. Поведение детей на дороге непредсказуемо, Поэтому водителям нужно соблюдать правила дорожного движения и больше внимания обращать на движущихся детей в районе проезжей части. Дмитрий Шестакович, как видимо, родился в Санкт-Петербурге, а вот его прадед по батьковской линии Пётр Михайлович родом Шеметова. В концерте приймуть удел студенты, выкладчики кафедры камерного ансамбля Белорусской Державной Академии Музыки. Проект, подтриманный постоянным представительством Республики Беларусь при ЮНЕСКО и Французской Ассоциацией обмен Франции-Беларуси, проводится при уделе Минабол Ваканкама. Репортажи и эфирные видео всех программ в любой час доступны на сайте ctv.byuva и на ютюб-канале Старичного Теребачения. Заходьте, глядите и подписывайтесь. А на этом у меня всё. Доброго вам настрою. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!